Уважаемые коллеги, для меня большая честь выступить сегодня. Мы сейчас переживаем непростые времена и приходится как-то все-таки нам обмениваться, делиться информацией, делиться знаниями, поэтому вот в таком формате. Сегодняшняя моя задача рассказать о некоторых обновлениях в сфере ингибиторов СГЛ-2 у пациентов с сердечной недостаточностью и посмотрим, что мы здесь можем нового узнать. Вы знаете, что последние 20 лет мы наблюдали большие успехи, как развивалось лечение пациентов с диабетом. У нас есть различные уже решения, различные ингибиторы, которые являются триггером сахара при ренальной реабсорбции. Таким образом, теряется энергия, теряется сахар, немножко теряется вес, регулируется уровень глюкозы, снижается давление, и это оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. И за последние 10 лет начались различные исследования, и мы смотрим, что исследование Emperor Reduced также оказывается достаточно успешным. Мы смотрим также, что снизилось количество госпитализаций, и это полезно, конечно, для пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью, и может также использоваться как для пациентов с диабетом, так и без диабета. И такие исследования проходили, и первые исследования, первые результаты были уже проанонсированы в прошлом году, и сравнивалось дапоглифразин и плацебо. И вот любопытно, что здесь наблюдалось снижение на 26%, но, кроме того, большое количество пациентов было исследовано, и для пациентов с диабетом и без диабета результаты были практически одинаковые, и это очень хороший результат. Заседание Конгресса кардиологов в этом году также будет посвящено отчасти вот этому исследованию с Emperor Reduced и со своими коллегами, имена приведены на экране. Должен сказать, для меня была большая честь с ними работать, и сегодня мы готовы с вами поделиться некоторой информацией. После этого я вам покажу результаты нашего мета-анализа и впишу это все в контекст сегодняшнего дня. Итак, мы говорим об эмпоглифлоцине, одна доза, 10 мг, и вы таким образом просто начинаете терапию, и после этого уже проводите оценку после времени того, когда была проведена первая госпитализация в связи с сердечной недостаточностью, а потом оцениваются также конечные точки. И исследование было направлено на то, чтобы оценить пациентов с повышенной фракцией выброса и концевой фрагмент прогормона мозгового натрия уретического пептида. Вы здесь видите, приведены все данные корреляции с фракцией выброса, оценивается также функция почек, кроме того, учитывается также и скорость клубочковой фильтрации, которая в этом случае была менее 20. Здесь приведены характеристики. Здесь у нас 24% женщин, это люди уже возрастного такого контингента, и показатели по фракции выброса и по концевому фрагменту гормона мозгового натрия уретического пептида также приведены в таблице. Вы видите также сравнение по исследованию ДАПА. Иными словами, не вдаваясь в эти детали, это все служит на благо пациентов. И мы снизили на 25% количество госпитализаций, отслеживали 16 месяцев на протяжении исследования, и снижение составило 5,2%. А если посмотреть на компоненты первичной и конечной точки, то здесь вы наблюдаете снижение госпитализации на 31%, на 10% почти смерть от сердечно-сосудистых состояний, и случайные риски, соответственно, составляют меньше единицы. Приведено на слайде. Далее, саб-группы, которые уже определяют, кого лучше лечить, а кого не лечить. И здесь я бы хотел обратить внимание на основную группу вверху. Это пациенты с исходным состоянием, это пациенты с диабетом. И здесь мы видим, что здесь полностью на 100% подтверждается, что пациенты без диабета со сниженной фракцией выброса могут также использоваться, для них также могут использоваться ингибиторы SGLT2. Если смотреть на другие предспецифические группы, то здесь вы видите внизу еще две интересные группы, и видно, что когда даже пациент получает лучшее лечение при сердечной недостаточности, а что это такое? Они получают МРТ и ARNI, ингибиторы рецепторов ангиодензина, неприлезина. Мы в этом случае наблюдаем значительные показатели, которые полностью совпадают с показателями других пациентов. То есть это лечение, которое работает. Далее, тестирование в рамках подобных исследований и по рвичным конечным точкам, и мы смотрим на более такие иерархические конечные точки. Первая и повторная госпитализация. И здесь мы наблюдаем усиленное снижение на 30%. И на протяжении 180 дней, таким образом, с помощью такой очень простой терапии, мы смогли снизить количество госпитализаций. Далее, здесь мы смотрим на защиту уже почечной функции. И с помощью ампоглифлозина можно снизить, сократить, защитить почечную функцию. Посмотрите, пожалуйста, приведены сравнения по использованию с плацебо. Это также наблюдается и в других исследованиях. Но здесь при ингибиторах СГЛТ2 мы смотрим, есть снижение на ближайшие 4 недели, а потом состояние стабилизируется на многие годы. Если говорить о почках, то мы говорим также и о почечных конечных точках. Это также можно было задокументировать. И в первый раз мы смотрим на снижение. Что такое почечная конечная точка? Это значит наличие почечных заболеваний с хроническим диализом или необходимость трансплантации или устойчивое глубокое понижение расчетной скорости клубочковой фильтрации. Опять-таки, смотрим сравнение плацебо против эпоглифлозина. Дапа-исследования приведены здесь на слайде. Сочетаем с конечной почечной точкой и смотрим. Результаты показывают снижение смертности на 39%. Кроме того, это также подтверждается и на пациентах с сердечной недостаточностью. Здесь приведены результаты по более чем 3000 пациентов. И мы видим, что по всем конечным точкам почек мы видим положительные результаты. Таким образом, Emperor Reduced мероприятие было очень успешным и смогло значительно увеличить качество жизни. И вместе с эпоглифлозином вы можете также улучшить качество жизни, причем значительным образом, на протяжении длительного времени. Посмотрите, пожалуйста, на серьезные побочные пагубные мероприятия. Здесь у нас наблюдается сопутствующее сердечное нарушение и ухудшение почечной функции. Приведено на слайде, выделено красным. Здесь также даны важные категории симптоматической гипотензии, гипоглицемии и китоацидоз. И здесь мы видим, что разницы никакой не наблюдаются. Таким образом, эмпоглифлоцин не решает многие проблемы именно по этим направлениям. Далее смотрим также на болезни половой системы, сравниваем с плацебо. Здесь наблюдается даже увеличение. Посмотрите, пожалуйста, 1,7% против 0,6%. Это повышение на 1%. На самом деле, если учить пациентов основам гигиены, то, по сути дела, вот эту проблему можно предотвратить. Таким образом, что можно сказать? Для сердечно-сосудистой смертности, для госпитализации мы здесь наблюдаем серьезный положительный эффект, а также хороший положительный эффект по вторым вторичным точкам. И вопрос, каково же сравнение, если мы говорим о DAPA-HF и EMPERA-REDUCED? Эмпера-популяция была более склонна к госпитализации, но результаты показывают в целом, это было опубликовано в недавнем времени, и на самом деле мы видим, что посмертности от сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдается. Нет никакой разницы между этими исследованиями, то есть на самом деле практически одинаковые результаты. Далее, по пациентам с диабетом и без диабета данные подкрепляют друг друга, и мы видим, что пациенты без диабета могут точно так же воспользоваться всеми плюсами, так же, как и пациенты без диабета. Далее, по возрастным группам, если пациенты мы берем 75 лет и выше, то опять-таки на них это оказывает также благотворное влияние, и если посмотреть на различные возрастные группы, у нас есть относительно молодая группа, здесь у нас наблюдается некоторая разница, но там, где старше 55 пациентов, наблюдается значительно положительная сторона этой терапии. При сердечной недостаточности у нас могут быть проблемы с госпитализацией, с плохим качеством жизни, с возможным летальным исходом, и нам необходимо давать медикаменты. Если посмотреть на синие фрагменты столбиков, то это как раз результаты тех анализов. Это пациенты, у которых не было противопоказаний, 26% по сравнению с 86%, в зависимости от какой медикаментозной терапии мы говорим. Далее, с ингибиторами СГЛТ-2 нам не нужен электронный дисбаланс, и с СГЛТ-2 дозирование и титрация приведены в таблице. Таким образом, СГЛТ-2 ингибиторы подразумевают единичное дозирование. Таким образом, ДАПА и Эмперор Редьюст показывают практически схожие результаты и являются основой такой фундаментальной терапии для пациентов с сердечной недостаточностью. И здесь необходимо и сказать также о пяти основных столбах. Это, во-первых, рази ARNI, дальше бета-блокаторы, МРА, магнитно-резонансная ангиография, ингибиторы СГЛТ-2, и можно также использовать и петлевые диуретики. Но если вы хотите снизить смертную заболеваемость, необходимо, кроме МРА и петлевых диуретиков, использовать также ингибиторы СГЛТ-2. Благодарю за внимание. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, что лучше назначать пациенту в первую очередь, ARNI или ингибиторы СГЛТ-2? Большое спасибо за этот вопрос. Это очень важный вопрос. На мой взгляд, и ARNI, и ингибиторы СГЛТ-2 являются частью того, что должен получить пациент. У пациентов, у которых нет противопоказаний, должны получать и то, и другое. Через 6-8 недель я бы хотел, чтобы вы давали и ARNI, и СГЛТ-2 ингибиторы, неважно в каком порядке. Вопрос, что первее, это неважно в данном случае, неважно, пока они получают и ARNI, и СГЛТ-2 ингибиторы. Ну, здесь могут быть какие-то ограниченные ресурсы. Оба, конечно, лечения хороши. Но потом, если говорить уже о финансово менее затратном, то тогда уже, конечно, можно что-то выбрать другое. Но в идеале это должно быть и ARNI, и ингибиторы СГЛТ-2. Второй вопрос. Что вы можете сказать о разнице результатов сердечно-сосудистой смертности, наблюдаемых в исследованиях DAPA-HF и Emperor Reduced? Еще раз спасибо за этот вопрос. Это тоже важная тема и дает мне возможность еще раз подчеркнуть, что я думаю, что, опять-таки, разницы в результатах для сердечно-сосудистой смертности не наблюдается. Если мы говорим о сниженной фракции выброса, здесь мы только говорим, что эмпаглифлозин должен быть назначен пациентам с диабетом, и, например, дапаглифлозин давали в разных пропорциях. Поэтому здесь речь идет не об этом. Мы видим, что здесь есть показатели и для госпитализации, и что касается пациентов с диабетом, то эмпаглифлозин и дапаглифлозин для сердечно-сосудистой смертности, для госпитализации, и для улучшения почечной функции, и для фракции выброса. И мы видим по нашему мета-анализа, что наблюдается снижение порядка 40%. Кроме того, существуют пересекающиеся интервалы. Таким образом, нужна более солидная база для информации, для того, чтобы говорить уже о пациентах без диабета, и сами по себе эти исследования не показывают снижение по сердечно-сосудистой смертности у ней диабетов. Необходимо, чтобы эти результаты подкрепляли друг друга, и они не могут быть более похожими для изменения и качества жизни, и вообще для изменения почечной функции и общего статуса и состояния человека. Таким образом, вывод, разницы для сердечно-сосудистой смертности нету, если говорить коротко. Продолжение следует...